Дорогие учащиеся! Пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел. Приготовьте рабочее место и письменные принадлежности. Отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Гомон-Ковалевна. Я учитель русского языка и литературы в Мустаевской средней общеобразовательной школе. Сегодня на уроке мы познакомимся с рассказом Евгения Носова «Живое план». Какие ассоциации возникают у читателя, когда он видит это необычно яркое название? Костер? Факер? Вечный огонь? Прочитав рассказ, вы сможете ответить на эти вопросы. Так получилось, что творчество Евгения Носова мы изучаем весной. Весна – символ жизни. Пробуждение после долгой зимы. Весна для нашего народа вот уже 75 лет ассоциируется с Днем Победы. По всей стране, на необъятных просторах, в каждой самой маленькой деревне, есть памятник погибшим в Великой Отечественной войне. А в городах и поселках горит вечный огонь – символ памяти о погибших, павших смертью храбрых, на фронтах войны. О войне в литературе написано очень много рассказов, стихотворений, песен. «Я долю свою по-солдатски приемлю, ведь если бы смерть выбирать нам, друзья, то лучше, чем смерть за родимую землю, и выбрать нельзя». Так пишет Твардовский в 1941 году. А вот слова известны песни. «О героях былых времен, не осталось порой имен. Те, кто принял смертельный бой, стали просто землей, врагом. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный Эдмин, мы в груди храним». Так поется в песте на стихи поэта Агравовича. «Этот вечный огонь хранит память». Именно тема памяти стала главной в рассказе Носова «Живое пламя». Цель нашего урока – найти ориентиры для будущей жизни, проследить, как писатель поднимает тему памяти на страницах своего произведения, выражает свое отношение к истинным человеческим ценностям. Повеснование ведется в первом лицах. Герой рассказывает, как однажды он помогал квартирной хозяйке, тете Оле, сажать цветы на клубе. Его удивило, что она отказала сеть семена мака. «Ну, какой из мака цвет?» Убежденно ответила она. «Это овощи. Его на грядках вместе с луком я официально селил. Цветом он всего два дня бывает», – упорствовала Ольга Петровна. «Для клуба это никак не подходит». Пыхнул. И сразу сгорел. А потом все лето торчит эта самая колотушка, только бит портил. Рассказчик все же тайком от хозяйки посеял семена в центре клубы. Тетя Оля заметила их, выпула, но три цветка оставила. И вот маки расцвелили. Давайте обратимся к тексту и полюбуемся вместе с автором этой прекрасной картины. Издали маки походили на зажженные факелы с живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени. Легкий ветер чуть колыхал, а солнце пронизывало светом полупрозрачные алые лепестки. Отчего маки то вспыхивали трепетно ярким огнем, то наливались густым багрянцем. Казалось, что стоит только прикоснуться сразу о полях. Маки слепили своей озорной обжигающей яркостью. И рядом с ними померкли, потускнели все эти палижские красавицы, львиные зевы и прочая цветочная аристократия. Описывая цветение маков, автор использует различные художественные средства выразительности. Давайте вспомним основные средства выразительности, которые автор использует в своем тексте. Прежде всего, это, конечно же, эпитеты. Эпитеты. Образное определение предмета, выраженное преимущественно в реладе. Метабора. Переносное значение слова, основанное на сходстве или противопоставлении одного явления или предмета другого. Примеры эпитетов и метафор в тексте много, но обратимся к тому отрывку, который только что прочитали. Например, зажженные факелы с живыми весело колыхающими языками пламени. В этой строчке мы видим и эпитеты живые, полыхающие. Видим метафору, развеют эту метафору, зажженные факелы, полыхающие языками пламени. Эпитеты то вспыхивали ярким огнем, то наливались густым багрянцем. Слепи озорной, обжигающей яркостью. Эпитет озорной является также и олицетворением, поскольку характеризует мака как живое существо. Автор использует также антитезу, сопоставляя огненную яркость маков и сразу потускневшую цветочную аристократию. Обратимся к тексту. Два дня буйно пламенили маки, а на исходе вторых суток вдруг осыпались и погасли, и сразу на вышле клумбе без них стало пусто. Я поднял с земли еще совсем свежий, в капельках росы, лепесток, и расправил его на ладони. Да, сгорела, вздохнула, словно по живому существу тетя Оля. А я как-то раньше без внимания к маку-то этому. Короткая у него жизнь, зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает. Такая короткая, но полная жизнь маков вдруг вызвала у тети Оли в памяти такую же яркую, словно короткая вспышка, жизнь сына. Глядя на цветущие маки, писатель вспоминает также и военные дни, долгие дороги, окопы, долгий путь, который он прошел лучше солдатам. Образ рассказчика в данном тексте, ну и в других, конечно, произведениях, автобиографичен. Евгений Носов в 16 лет оказался на оккупированной территории. Трудное было детство будущего писателя, но еще труднее и невыносимее было ему видеть, как по родной Курской земле вышагивали фашисты, вытаркнули сапогами и танками поля и муны, устанавливали свои порядки. Именно поэтому, как только Носову исполнилось 18 лет, он пошел на фронт в артиллерийские войска. 1943 год знаменит Курской битвы, грандиозным танковым сражением. В 1945 году под Кёнигсбергом писатель был ранен, а победу встретил в госпитале. А в сентябре 1945 года вернулся на школьную скамью, чтобы окончить учебу. Многие ученики думали, что это пришел учитель. Действительно, он стал старше на цену войны. Поднимая тему войны, Носов не рассказывает о героизме советских войн. Его цель – показать судьбы простых людей, прошедших войну. Так было в рассказе «Кукла», где мы знакомились с судьбой Акиноча. Так происходит и в рассказе «Живое пламя», в котором мы узнаем о судьбе Ольги Петровны и ее погибшего сына. Все его произведения повествуют о людях, переживших Великую Отечественную войну и о той судьбе, которая была у них. Обратимся к тексту. Ольге Петровне тяжело было вспоминать о гибели сына. Мы можем понять это по авторским замечаниям и описаниям. Да, сгорел. Вздохнула, словно по живому существу тетя Оля, пишет автор. И вот тетя Оля, как-то сгорбившись, вдруг заторопилась в доме. После того, как рассказала о том, насколько кратка жизнь маков. По осыпавшемуся маку она вздохнула, словно по живому существу. И заторопилась в доме, как-то сгорбившись. О своем сыне она сказала только, что он был родчиком. Один раз. Ну, еще, конечно, что он любил глаз. Она помнила о нем все. Он для нее был живым. Его фотография висела на склон в комнате, которую снимал наш рассказчик. Уже от других людей рассказчик узнал, что Алексей, сын Ольги Петровны, героически погиб, спикировав на своем ястребке на спину фашистского бомбардировщика. В конце предложения о гибели Алексея стоит многоточие. Автор мог бы многое рассказать о герое, описав подробно его подвиг. Но этого не нужно. У писателя другая цель. Писатель предлагает задуматься над нравственной сущностью жизни. Прожить жизнь ярко, не пугаться трудностям, не смиряться с обстоятельствами. Вот к чему призывает рассказ о Евгении Носове. Ольга Петровна всегда помнит о сыне. Ее боль не утихает ни на минуту. Память о нем хранит фотографии над столом и его личные вещи. Но магии еще ярче и живее напомнили матери о сыне. Наверное, Ольга Петровна впервые осознала гибель своего сына не как личную трагедию, а как трагедию всего многоверенового народа. На площади этого мемориала, мемориала на Мамаево-Мургане, в городе Волгограде, известный есть такой мемориал, так вот, на этой площади расположена фигура скорбящей матери, которая, склонив голову, оплакивает погибшего сына, а вместе с ним и всех, кто отдал жизни ради победы. Мать, фигура матери, олицетворяет всех женщин России, Советского Союза, потерявших своих мужей, сыновей, братьев, отцов. У основания монумента расположен небольшой бассейн – озеро Слез. В руках у матери фигура ее погибшего сына, лицо его накрыто знанием победы. Обычно погибшим отдавали последнюю дань именно таким образом. Кто ж такой Алексей? Как его вспоминает тетя Оля? Каким себе вы представляете Алексея? Предскажите дальнейшее событие в рассказе, что произойдет, что могло бы произойти после того, как наш рассказчик уехал из-под Ольги Петровны. Эти вопросы не случайны. Действительно получается, что Ольга Петровна всегда помнит о своем сыне. Но клумбы, на клумбе она не сажала маков, потому что считала, что они, ну, быстро сгорают. С тех пор, как Ольга Петровна все-таки посадила в маке, она стала на клумбе сажать только Эдельс. Давайте же дочитаем рассказ. Я теперь живу в другом конце города и изредка заезжаю к тете Оле. Недавно я снова побывал у нее. Мы сидели за летним столиком, пили чай, делились новостями. А рядом, на клумбе, полыхал большой ковер маков. Одни осыпались, роняя на землю лепестки точно искры. Другие только раскрывали свои огненные языки. А снизу, из влажной, полной жизненной силы земли, подымались все новые и новые, туго свернутые бутоны, чтобы не дать погаснуть живому огню. Какова же главная мысль рассказа? Вернемся к названию, к заголовку. В нем заключен глубокий смысл, философская глубина. Жизнь человека так же коротка, но прекрасна. Огонь в рассказе ассоциируется с душой человека, отдавшая свою жизнь во имя жизни трубе. Маки, как символ внезапно оборвавшейся молодой жизни, горят, пламенеют. Но огонь этой живой, приносящий слезы очищения, и если в центре рассказа перед нами всего несколько маков, то в финале это уже большой костер огненных цветов. Он напоминает вечный огонь, знак вечной памяти и молчания. Живое пламя – это очень емкое название. Живое пламя вечного огня хранит память о погибших. Живое пламя магов напоминает о короткой, но в полную силу прожитой жизни. Живое пламя человеческого сердца не позволяет уничтожить память о погибших. Так пусть же никогда не погаснет этот огонь. Пусть никогда не будут забыты герои, подарившие нам радость, счастливые и любимые жизни. А это зависит от каждого из нас. Все меньше остается ветеранов, очевидцев тех ужасных событий. Значит, настала наша очередь хранить и передавать память о павших в ту страшную войну, чтобы мы жили. Какими будут ваши дальнейшие жизненные ориентиры – решать вам. А мы наш урок заканчиваем. Спасибо за внимание. И прослушайте домашнее задание по выбору. Вам нужно либо выучить наизусть отрыв от сведущих матов. Второе задание – подготовить рассказ о родственниках, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Третье задание – какую иллюстрацию ты бы придумал к этому рассказу? Нарисуй ее. И четвертое – подготовьте развернутый ответ на вопрос, что волнует писателя. Можно ли сказать, что это проблема нашего времени? Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.